Здравствуйте, друзья! Время музыкальной жизни. И сегодня у вас появится уникальная возможность встретиться с самим маэстро. Ну, во-первых, в преддверии юбилея, во-вторых, по случаю выхода уникального диска, который он посвятил своим близким и бывшим коллегам. Ещё мы сегодня увидим, как Раймонд Паулс репетирует в первой студии Латвийского радио, а сейчас мы находимся в его личном кабинете на Латвийском радио. Итак, встречайте, Раймонд Паулс. Я хочу поздравить вас с тем, что вы выпустили такой личный диск, который как бы выпущен для вас, по вашим словам, а с другой стороны, здесь посвящение очень многим дорогим для вас людям, ну и не только родным. Итак, этот диск называется «Посвящение». Я хотела узнать о нём немножко у вас. Ну, начнём с того, что именно я сам для себя его сделал, он не будет продаваться, это просто как подарок от меня. тем, конечно, моим коллегам, начнём с моим родителям, с моей семьей, и коллегами, которыми я работал вместе, начиная уже в 60-е, 70-е годы. Я отобрал, конечно, я всех не мог там, надо было долго думать кому-то. А я просто и сыграл, без специальной подготовки, у рояля таких, ну, что я вспомнил, вот с этим певцом связана эта мелодия. Вот я и сразу такой кусочек небольшой сыграл. Ну, из певцов здесь и замечательный наш любимый Лапчонок, и Нора Бумбера. Бумбера, да, и там и Маргарита, и кто там из актёров, Спановский уже, которые ушли уже, Спановский, Эдгар Лепинч. Ну, это именно те, с которыми я довольно много в своё время вместе выступал, и кое-что мы сделали. Потому это такой, да, это его поставить надо, свечку там где-то подальше, может быть, коня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но вы записывали на своём рояле в первой студии Латвийского радио на своём любимом инструменте. Да, это именно, да. И на этом диске только вы, ваши воспоминания и ваш рояль. Да, 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 и там нет ни музыкантов, ни ритма, ничего нет. Один, да. Но на самом деле вот такой камерный пауз, или совсем такой личный пауз, это ведь сейчас, ну, редкость. Вы с оркестрами готовите программы, с театрами. Но, тем не менее, тем не менее, всё равно я за этот... Всё-таки за эти камерные концерты, которые не нуждаются в каких-то специальных аппаратурах, шума и так далее, освещения. Просто, я считаю так, если ты умеешь играть или умеешь петь, ты можешь обойтись и без декораций, без костюмов. Без подтанцовки. Да, да, без этого спокойно. Если ты именно умеешь петь и умеешь играть. Это очень важно. Это и так во всём мире и делает. Это люди там с одной гитарой могут выйти и спокойно целый концерт держать. Это так. Впереди Ваш юбилей, впереди 80-летие. И в связи с этим связаны очень многие проекты. И я уверена, что сейчас у Вас все дни расписаны. Да. Что будет? Чего ожидать? Ничего. Сперва начнём с того, что никаких проектов нет. Будут несколько концертов только в театре, в национальном театре, где я соберу программу такую с актёрами, да, с оркестром. Ну, такой вот концерт. Ну, никак он не будет такой, как это обычно делается. Будем ожидать, что кто-то придёт из правительства и так далее. Абсолютно такого не будет. Кто хочет, пусть покупает билеты, приходит. Билеты, пусть театр зарабатывает что-то. Ну, а гастроли? Вас ведь очень многие приглашают в разные города и страны. Нет, нет. Мне предлагают, да. Но я уже стараюсь. Просто я уже не могу. Единственное, что очевидно, я в феврале, если всё удастся, я поеду в Москву. И поеду только с таким расчётом, что я поставлю точку на... Я хочу, ну, выйти там на сцену. И, очевидно, и на этом закончить свою, в принципе, концертную деятельность за пределами Латвии. Так что я думаю, что каждому приходит это время, когда надо уже остановиться и всё. Хотя я могу играть, и так, но уже на гастролях лехать нет. Уже нет. Мы знаем, что музыкальный спектакль, музыку, которому написали вы, «Золушка», номинирован на «Золотую маску». Там специальные жюри, комиссии, которые ходят. Если они нашли, что-то это неплохо, ну, так, пусть. Ну, я... Вообще, я с театром отношусь, я люблю театр, и всю жизнь был связан с театром. И как-то мне... Ну, это, конечно, приятно, что это просто как знак. Ну, что, значит, это заметили, да? Поскольку сейчас так много всего, новых постановок и так далее, среди них, и там, чтобы появилось что-то такое, которое заметно, это неплохо. Посмотрим. Я не особо на это обращаю внимание. Так что... Однако же на премьере были в Москве. Ну, мне это уже... Я должен... Это долг мой по договору, что я должен все-таки, ну, хотя бы на премьере, потом я уже дальше... Я не участвую сам в этом спектакле. Играя в рисковой драме, по-моему, с какой они говорили, мы рекорд уже постановили где-то за сто двадцатый чем-то. Да, спектакль «Одесса». Это играется, по сегодняшний день ее еще играет. Как-то странные люди приходят, все время проданы. Ну, это... В наше время это очень хороший показатель. Это один из любимых спектаклей сейчас, действительно, музыкальный. Вот это как-то там попали. Ну, дай бог, мы посмотрим. Есть еще один юбиляр и еще один музыкальный проект, над которым вы сейчас работаете. Латвийское радио отметило 90-летие. И к этому празднику готовится специальная программа. Что будет? Да, ну, это праздничное, это, в принципе, игра для своих знакомых, по которым я часто вижу на радио, например, радио 4 и так далее, которые часто здесь гуляют. Так для них мы подберем какую-то песенку. Ну, нет, ну, это такой просто юбилейный концерт. Но, тем не менее, я считаю, что латвийское радио, это очень такая... В моей жизни сыграло большую роль. В принципе, я здесь всю свою музыкальную деятельность связано с этим домом, начиная с 50-х годов уже. Так что все я здесь видел, что здесь было, и как это все началось. Эти первые эксперименты с латвийской эстрадной музыкой, первые записи. Все это здесь, именно на этом доме было. Так что... Ну, вот одни сплошные юбилеи, и так и работать некогда, да. КОНЕЦ Рэмонт Волдемарович, очень хочу вас попросить, чтобы наши зрители почувствовали вот тоже эту близость и особенную какую-то, может быть, интимность вот этого посвящения этого альбома. Сыграете нам хотя бы немножко фрагменты из Ланы? КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова